Всем привет! С вами Бергик ТВ, Александр и Алексей. Сегодня у нас супер-мега-пупер-обзорище-пирдоборище. Короче, назовем его мега-обзор безалкогольки. Супер-дупер-пупер-мупер-дупер-обзор безалкогольки. Да, мы набрали кучу, 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 кучу. Я не знаю, сколько бутылок, да? 6 литров в общем. В общем, 6 литров безалкогольки нам предстоит сегодня попробовать. Честно говоря, мы нашли не все, еще много-много чего мы не представили здесь. Это только, так скажем, половина, наверное, если не треть. Ну, половина-треть, да, от того, что можно найти в Москве в магазинах безалкогольного пива. Честно говоря, я не знаю, зачем мы это сделали. Просто решил, Александр, давай сделаем обзор безалкогольного пива. Давай. Ну, я возьму баночки 3. Ну, и я баночки 3. Ну, в итоге мы взяли очень много-много пива. Честно говоря, мы не понимаем людей, которые пьют безалкогольку. Честно говоря, я даже не знаю таких людей, которые только пьют безалкогольку. Ну, кто это может пить? Ну, у меня был случай, человек узнал, который пойдет за пивом купить мне безалкогольку. Вот такой, а что такое? Ну, я вот ее пью, вот мне нравится. Я пиво не пью, а вот безалкогольный пью, пью. И все, вот он только вот так. Я таких людей, честно говоря, не знаю. Ну, я думаю, либо это больные люди, ну, больные в смысле не на голову. Нет. В смысле не берегите, как мы. Просто больные, может, со здоровья, может, нельзя алкоголь. Может быть, а пиво хочется. Но мы, как биргики, мы, в общем-то, решили все это дело попробовать. Да, давайте сразу сейчас быстренько-быстренько пробежимся. Тут, значит, все. Тут, значит, и Балтика 0, ну, классика, куда бить ее. Трехгорная 0,0. Ну, это новиночка, да? Ну, как новиночка, ну, год, да, сколько. Значит, чувашская безалкогольная. А дальше пошли хитяры. Три лошади с Мальты. Конечно, Стелла Артуар. Стелла Артуар, ну, это наш, по-моему, да? Лицензии делают. Да, это наше дело по лицензии. Бэкс Блю. Сашка нашел Бэкс Блю безалкогольный. Я вообще не знаю, где это можно достать. Первый раз увидел. Я, как всегда, не знаю. Я прям что, что вот это прям будет вкусно. Вот, не знаю, мне прям хочется верить, что Бэкс оригинальный немецкий. Мне очень нравится. Конечно же, как без полайнера. Полайнер, да. Пшеничка. Майзл Спайс. Пшеничка туда же пошла. Ну, ну, вот это, ребят, это сейчас я прочитаю. Сейчас, секунду. Динг Флебенер Ауби Премиум Лихт Вирзук Херб. Короче, что-то вкусное должно быть названием. Шнайдер Вайс ТАП-3 безалкогольный. А, вот это типа Элиточка. Типа Клауст Хайлер, который вроде как во всех этих барах идет как безалкогольный. И, честно говоря, попытаемся от нее отталкиваться, потому что, ну, пока для нас эталон. Да, но в бутылке я его не пил, пил в баре вот только. Что там приносили? Ну, посмотрим. А тут уже бутылка, ну, не знаю. Дальше. Вот это тоже, ну, не знаю. Тоже не Сашка взял. Вот это Эгенберг. Алхазгольфрей. Вот, не знаю. Все немецкое, да. Так, вот это Джеверфан. Джеверфан. Я даже не знаю, че это. Кстати, стало появляться в последнее время во многих магазинах. А, в Джерман Куалити, смотри. В пятерочке появляется, ну, во многих магазинах. Да, в Германии. Да. И на закусочку. Единственный представитель Крафта. Да, Крафт тоже делает безалкогольчик. Ну, почти безалкогольчик. Здесь 0,86 градуса. Это Джоус, Егатеринбург, наши ребята. В общем, попробуем. Обзор будет большой. Надеемся, у нас все получится и видео вам понравится. Обзор еще. С чего начнем? А, с Клаустр Халлина, да, или как его тут? Да, это будет наш эталон. Сейчас по бокам, брата. Мы отставим в стороночке, чтобы нам это все дело не мешало. И попытаемся насладиться. Поехали. Прощай, здоровья. Прощай. И так, как мы уже сказали, для нас это был эталон. Поэтому мы с него, в принципе, и начнем. Ну, впрочем, как эталон? Просто это пиво много где есть. И оно немецкое, мне кажется, самое популярное немецкое, безалкогольное. Потому что, что эталон, если я здесь большинство не пробовал из этих сортов? Ну, я поэтому уточняю. По крайней мере, был для нас. И вот, смотри. На World Beer Awards в 2013 году выбил золотую медаль. Ну, это было в далеком 2013 году. Уже прошло 4 года. И поменяться могло бы. Поехали. Все, я больше не могу ждать. Честно говоря, я не знаю, как оценивать. Будем оценивать, как безалкогольное пиво. Потому что оно все-таки немножко отличается. Ну, вот, Клауст Халлер. Можем его взять как единицу. А, то всего вымотал. Да, вот, значит, нормально, да, хорошо, это будет 5 Клауст Халлеров. А если вот какой-то будет вообще бомба, да, это будет 10 Клауст Халлеров. А ты думаешь, там, через 7-8 бутылок мы сможем выговорить Клауст Халлеров? Все нормально, Клауст Халлер. Нормально. Оно будет вот здесь, у меня как подсказочка будет, вот там, крышечка, здесь написано. А, ну, тогда другое дело. Так, ну и сколько он у нас? 0,5. 0,5. Так, а что, что в составе-то? Что там, может, пшеничка, хреничка, что там? Ячменный солод, экстракт хмели, все. Больше ничего. Ну и вода, вода, естественно. Давай пробуем. Цвет не знаю. Ну, аромат, классика, безалкогольного пива. Ну, аромат обычный, солодовый, сладкий. Да, да, да. Больше, я бы сказал, что бывает слаще, но вот здесь прям такой легкий. Приятно. Мягко, приятно. Наступает некая горчиночка. Такая. Ну, что ли, легкая-легкая. Ну, естественно, я буду взяться здесь не хмель. Опять же скажу, мне экстракт есть. Он просто, видимо, в какой-то момент там по-другому. Ты вообще безалкогольного пива, я, честно говоря, даже особо не уникал, как он делал. Там что-то выпаривается, что-то застужается. Как-то, в общем, ну, делается. Ну, типа варят пиво, нормальное, алкогольное. Потом из него выпаривают алкоголь. Точнее, не, я допариваю, выпаривают, что там. Варят, 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 варят. Да, а потом выпаривают, нахрен. Ну, это насколько я знаю. А вообще мне нравится, что очень классная летняя топория. Нет, мягенькая, хорошая. Ой, классный какой-то такой медовый цветочник. Такой прям вкусненький-вкусненький. После вкуса такой уже оттенок потом пошел. Вот такой легкий, нежный прям. Мне понравится. Вкусненько, сладенько. Нету никаких противных, посторонних. Да, противности нет, это самое главное. Потому что я вот считаю, что мы сегодня будем еще разбирать. Честно говоря, я не знаю, вот как мы дойдем до Балтики, мне кажется. Ну, вот я не и говорю, что там какая-то, что-то там противность какая-то присутствует. Здесь, по крайней мере, все ровно, приятно. И вот даже начав только наш обзор, можно, в принципе, сказать, ребята рекомендую. Да, это вкусно. То есть ничего не поменялось, в принципе, мы хоть и крайне-крайне-крайне редко его пьем. Я его последний раз пил в года два назад, наверное. Ну, я, может, год назад что-то захотел, что-то такого новенького. Ну, как новенького, опять же, освежить память, да, там в баре где-то взял. Просто попить. В общем-то, ничего не поменялось? Да, классный. Такое же вкусное, в общем-то, хорошее пиво. Поэтому этому пиву, как безалкогольки, пять. И это будет у нас, короче, мера отсчета. Fix point. Fix point. Check point. Следующим пивом безалкогольным на наш гиперобзор мы выбрали бэкс, который я так все хотел-хотел-хотел попробовать. Немецкий, не наш, никто не делает по лицензии. То есть это оригинальный бэкс. Да, кстати, раньше же был бэкс, который делался по лицензии у нас, обычный, который, алкогольный, тоже куда-то пропаку-то делался, нету. Мне даже рада. Тоже, да, не видел. Ну, а немец прямо жду от него прямо. Ну, что можно сказать? Мы уже разлили. Да, разлили. Цвет потемнее, чем у Клауст Халлера. Но не на много. Ну, не на много. Ароматика, кстати, больше прям вот обычного пива. Да, я бы сказал обычный лагер. Обычный просто лагер, причем недорогой. Как они вам? Какой-то дешевенький. Брауэр. Просто это не... Если просто здесь вот на каких-то бутылках я уже видел, что где-то написано Пилснер, где-то написано Лагер. Вот. Может быть здесь тоже что-то написано? Ну, нет, просто светлый Бэкс Блю, но он алкоголик. Ну, ладно. По крайней мере, аромат проигрывает. Клауст Халлера. Ну, мне нравится. Мне нравится все равно, потому что он классический прям пивной. Тот прям был безалкогольный. Был интересный и вкусный. Какие-то нотки черпались. Здесь ноток нету? Ну, пока пахнет нормальным пивом. А вот горчинка здесь больше. Прям вяжущая такая. И даже кислота какая-то пошла в конце. Кислинка. Но горечь быстро пропадает. Пропадает, но кислинку сменяется. А кислинка держится долго. Есть, да. Ну, не скажу, что это как-то плохо или хорошо. Это тоже своеобразно, интересно. Тем более, блин, это безалкогольный пиво. Я вообще не знаю, что с него взять. Ну, так как мы с тобой не эксперты. Не эксперты, а безалкогольный пиво. Может быть, кто-то есть эксперты безалкогольного пива. Мы не знаем. Напишите нам. Расскажите, что вы любите. Скажите, где нам найти еще какие-нибудь сорта, которые здесь не представлены. Ну, помимо каких-нибудь распространенных. Типа, там, Новый Балтики, но они не стали брать. Мы думаем, может быть, сделаем еще один какой-то мега-обзор. Назовем его мега-обзор 2. Да, там вторая часть безалкогольки. Потому что некоторые мы просто не успели купить и не нашли куда-то пропали. Вот вчера было пиво в магазине, сегодня прихожу. Нет его в магазине. Мы обязательно откопаем. Обязательно откопаем. Берегите. Да, сделаем еще один обзор. Что по этому пиву? По бексу. Если приравнивать ближе к обычному пиву, но и все-таки те люди, которые пьют безалкогольку, они хотят все-таки ближе к обычному пиву. Но при этом не пинет. То есть за рулем. Хочешь пивка, да? Безалкогольку там. Или там чем болеешь, там, да, правда, что. Ну, мало ли что бывает. В принципе, вот это почти обычное пиво. Да, да. Если бы... Да нет, понять можно. Понять сразу. Если просто, я имею в виду, что типа налили бы и я бы не знал, что это безалкоголька, да? Ну, понять можно. Ну, не сразу бы догадался. Да, ну сразу бы подумал бы, что какой-то немножко странный, но все-таки алкогольный. А сколько здесь? 0,3. 0,3 градуса. Здесь поменьше градуса, но, честно говоря, на вкус... Да и не ощутим бы, наверное. Да нет, конечно, такие... Меньшие градусы. Доли, не помню еще. Слушай, ну... Я бы на самом деле приравнял бы... Да. Бэкс и Клауст Халлер. Может быть, Бэкс чуть-чуть проигрывает за счет вот этого... Нет вот этих ноток каких-то цветочных фруктов. Но он больше подходит под обычный. Да. Как замена обычного пива, это прям классно. Мне кажется, они прям два на уровне. Да? Поэтому... Почти вверх. Лайк. Да. Ну что, следующее? Следующее. В общем, следующее пиво у нас на очереди, это Эверфан, тоже немецкое пивоварня. Пивоварня в городе Эвер. Ну, от этого, видимо, им там очень весело с этого пива. Эверфан. Ну, в общем, попробуем его теперь. Да. Что там дальше, мы разберемся по ходу. И опять же, будем сравнивать с Клауфт Хайлером. Клауфт Хайлер. Ну, да. Клауфт Хайлер. Клауфт Хайлер. Здесь 0,5 алкоголя. В принципе, они почти одинаковые. Да. Посмотрим, кто вкуснее. Да. Попробуем. Итак, что на первый взгляд? На первый взгляд, светленькое, в принципе, как Клауфт Хайлер. Да. Я бы сказал, что светлее. Ну, хотя, может быть, так же, не знаю. Аромат пивной, приятный. Прямо даже практически не пробивается, ничего безалкогольного. Прямо даже аромат, вот я бы сказал, что лучше Бекса. Да. Похоже на наше какое-то пиво, вот обычное, которое. Не скажу какое, но просто пиво. Наши почти все между собой похожи. Я не знаю даже, как их определять. Пеночка, смотри, пеночка сразу только села. Пеночки нету. Меленькая такая. Ну, что? Очень непонятно. Пробуем. Ооо. Кислая. А вот вкус от обычного пива, конечно, кислая прям. Ой, прям кислая. Причем одна кислота. И если сравнить, это как будто в воду разбавили лимонную кислоту. Слушай, я даже не знаю, сейчас просто вот кислое пиво. Вот какой-нибудь там, не знаю, ну, да даже говорить мне просто кислое пиво. Вот сначала делаешь глоток прям кислота, потом понимаешь, что ты как бы пьешь пиво, и потом опять кислота. Сейчас у меня такой кисло-неприятный привкус в организме. Слушай, ну вот это... Аромат-то как настраивал, да? Аромат был приятный. Да, ну сейчас, прям, ну, аромат пива, вот обычного пива, вот. Ну, вкус подкачал. Вкус вообще нет. Вот это прям резко проигрывает и Бэксу, и Клаус Холлеру. Ну, мне кажется, оно и недорогое. Да, 120 рублей. Ну, как недорогое. Немец, безалкогольный. Ну, безалкогольный пиво, 0,3. Вся дорогая. Ну, короче, нормальный ценник. Ну, как бы не каждый решится себе взять безалкогольный пиво 0,33 за 120 рублей. Если бы так сравнить, я думаю, есть еще хуже, поэтому я бы поставил 2 Клаус Холлера из 10. Если считать, что сам Клаус Холлер, это 5. Не, ну мало ли будет что-то лучше Клаус Холлера, нам как-то надо эту градацию продумать. Будет 5 с плюсом Клаус Холлера. Ну, давай, да, так. Поэтому это двойка. Пойдем на повышающий, поэтому это двойка, честно говоря, я бы поставил бы и 1. Но я прекрасно понимаю, что есть еще хуже. Да, наверняка есть хуже, да. Но здесь вот, как бы, аромат вручает. А вот здесь я бы поставил там где-нибудь, там, ну, 2,5 Клаус Холлера, если так можно, да. Потому что аромат класс. Я прям сначала поразился, мне очень понравилось. Но вкус, пууу, вкус вообще ни о чем. Блин, я даже это вкусом не назову. Кисляк просто. Это невкусно. Кисляк во рту и все, что тут? Это невкусно, в общем, Эверфан. Эверфан совсем не фан. Мы не рекомендуем. Ищите другое. Ищите другое. Ну, мы, собственно, тоже будем искать дальше другое. Да. В общем, мы решили закончить с тем кислом пивом. Следующий на очереди... Фрайбер. Фрайбер от Эггенберг. Тоже немец. Продолжим. В общем, что, какое, мы не знаем. Да, просто увидели бутылку, решили взять, сейчас мы откроем эту завесу тайны. Смотри, ее сюда упаковали, так еще интересно, да? Ну, как стелл, да? Сделал, тоже так делают. Типа элитное пиво, наверное? Ну, типа да. Типа да. Типа бабла, вещь побольше, на целых 2 грамма бумаги побольше сделано. Нет, ну, смотрится, заметь, всегда выигрышно. Ну, смотрится, типа так, красиво, подарочно. Подарочно, да. Но этикетка не презентабельная. Этикетка совершенно. Как это, вот этот светло-зеленый с белым... Как Эверфан. Эверфан, кстати, который совсем не фан. Вот я уже вот провожу аналогии. Все, не надо аналогии, пусть будет это хорошим пивом. Пусть будет хорошим пивом. Махалай, махалай, сяськи-масяськи. Все, это я. Что еще можно сказать? Чистый. Мне очень нравится, вот, какая-то уже третья, четвертая бутылка. Четвертая. Четвертая. Вот, у всех безалкоголик прям вот чистый, прозрачный вот этот цвет. Такой, без каких-либо примесей. Вот прям вот янтарный, вот прям вот. Че, не? Это что это? Типа Балтики. Как вам сказать, чем пахнет-то? Вот как описано? Балтика, ну легко пахнет, ребят. Ну да. Или что там? Какая-нибудь Бавария, молд вот это. Мы до нее еще не добрались, но вот что-то типа. Вы знаете, вот я бы вот, честно говоря, вот некоторые сравнивают это с ароматом тряпок, молдых. Грязных носков. Грязных носков, да. Я бы вот, честно говоря, то же самое вот сейчас сказал. Честно говоря, неприятно. Можно даже сказать. Тухляк какой-то? Болотный. Болотный. Какой-то тухляк, да. Болотный аромат. Не, не совсем гниль, конечно же, я не знаю. Сырой картошкой. О, вот что-то сырое. Сырая тряпка или сырая картошка, которая вот уже такая начинает поднимать вот такая. Ну, аромат это вот сразу относит к ноль, к лолст хаммеров. Ну да, попробую. На вкус приятнее, чем аромат. Гораздо приятнее, я бы сказал. Сначала такой вкус, прям с первым глотком, первое ощущение, что прям, опа, вот она, вкус безалкогольки пошел. Дальше делаешь глоток, послевкусие нормального, хорошего пива. Я бы сказал, редисом, па. Ой, ну, я сейчас столько аналогий будет. Может, редиски пожрал просто перед выпуском, я не знаю. Редис, мокрая картошка. Слушать, ну, тут, в принципе, вот это у нас ориентир Клауст Халлер, да. Там, конечно, цветочки, вот эти ароматы, вкуснота очень была. По сути, все безалкогольным пивом мы не можем там вот это по горечи, каким-то ноткам тоже оценивать. Ну да. По сути, аромат да вкус, да? Да. И сравнение с Клауст Халлером. Потому что там хоть какие-то вот эти ароматики такие. Ну, просто он для нас просто был и так, поэтому безумно сравнен. Я просто к тому, что... Может, сравнивать с Балтикой, но... Я просто к тому, что, как бы, здесь тоже особо говорить нечего. Аромат говно, вкус нормальный. Больше сказать нечего, ничего не могу. Че, как пьется, да? Да вся безалкоголька пьется шикарно. Она же безалкоголька. Она дико легкая. Потому что она не плотная. Да тут плотность, откуда ее взять. Слушай, ну вот... Пить ее приятно. Пить приятно. Запах, конечно, резко отвратный и редкое дерьмище, так скажу. Вот. Но пить приятно. Пить приятно. И даже какие-то вот... Я не знаю, не найду никаких цветового шахта, но вот и ключа. Найду. Просто интересное такое. Какое-то интересное сочетание вкусов или солодов. Мне нравится, мне зацепило. Сладенько даже как-то так. Ну, она сладенькая, в меру кисленькая. Да, вот кисленькая в меру. Вот совсем чуть-чуть. То есть нету как у... И вот это какой-то джебер, джебер, как я уже забыл. Как у Эверфанса. Эверфанс, да. Там откровенная кислятина, просто откровенная. Здесь этой кислятины нет. Да, здесь нормальный пиво. Чуть кисленькая, но опять же таки, если мы говорим, что сейчас лето, душно, жарко. Да вообще отлично. Вообще изредка кислиночки, изредка не помешает. Вот это нормальное пиво для лета, я считаю. Я бы ему поставил три. Три глаз хайлера, потому что аромат, конечно, да. А зато вкусно, нормально. Аромат можешь просто не вдыхать, просто вот так запах. А, кстати, из бутылки. Из бутылки аромат такой же. Ты не знаешь, все равно, даже из бутылки ты все равно чувствуешь аромат хоть чуть-чуть. Ну да. И естественно, твой мозг будет эту информацию обрабатывать, обрабатывать. Но все равно не так, согласись. Ой. Почему? Чтобы наслаждаться пивом, нужно уливать бокал, отдыхать аромат. Здесь не надо аромат, отдыхать, ребят. Из алкоголичка лезет уже. Да, лезет, лезет. Ну, ничего страшного. В общем, три клауст хайлера мы ставим. Эгенберг фрайбир. Фрайбир. А мы продолжаем. Мы продолжаем, продолжаем немцам. Кто там? Пока мы еще в сознании. Пока в сознании, но уже становится жарковато все-таки алкоголь. Вот эти 0,38, 0,5, 0,5, 0,3. Наверное, все-таки дают о себе знать. В общем, на очереди у нас... Ауби. Тоже немецкая. Дингфлебенер Ауби. Вот такая. В общем, почему я не люблю немцев? А вот потому что пока вы говорите название, сломаешь язык. Да, это еще дикфибидидидид. Ладно, я что ж, дикфибинер. Да, дикфибинер. Дингфибинер. Да, дингфибинер. Ну, это еще и не то. Как вот этот Карнсерс Ваутер, там, я не знаю, слутбольный клуб, там, какой-нибудь. Ну, это, в общем, все равно ужасно, в общем, надо как-то отходить от этого. Просто пусть немцы называют пиво пивом. Пиво один, пиво два. Тем более, что там у них разница небольшая, крафта нет практически. Ну, это мы, конечно, шутим, но на самом деле разница, честно говоря, в немецких обычных пивасах, ну, я никогда не чувствовал. Не, можно почувствовать, там, какой-то слаще, какой-то, менее слаще, какой-то, там, чуть покрепче, там, чуть погорче. Ну, суть-то одна и та же, да, суть одна и та же, стиль-то, хоть один, в большинстве, там, конечно, есть, там, боки. Сейчас люди начнут говорить, там, бог любое. Ну, нет, я именно говорю, обычные лагера, обычные пилснеры, они все, как правило, одни. Итак, сколько здесь же у нас алкоголя? Кстати, первое, ноль-ноль. Да ладно, ну что, прям совсем ноль-ноль? Прям совсем ноль-ноль. Опа, не менее ноль-ноль. Не менее ноль-ноль. То есть, если предыдущие четыре сорта были у нас, они прям были алкогольные. Они прям были алкогольные, да, то здесь алкоголя уже нет. Что нам это может сказать? Понятия не имею, что это может сказать, это может сказать только то, что вкус, скорее всего, будет хуже. Не знаю, не знаю. Ничего не могу сказать по этому поводу, сейчас проверим. Цвет, в принципе, почти стандартный, ну, чуть темнее, я бы сказал, как у бойца. Ну да, ароматика... Мне кажется, или пробиваются цитрусы? Тебе кажется. Ну, может быть, знаешь, какие-то отдаленные, что-то типа бланшевых таких, цитрусов. Да-да-да-да-да, вот как у Витбитеров. Да-да-да, какие-то такие вот. В этом плане, да, что-то есть. Много сладостей в аромате. Даже менее ядреный, то есть такой мягенький, приятный. И, как ты правильно заметил, немножко цитруса, но не совсем отдаленно, а такие бланшевые, да, Витберевские. Вот блин, а. А вкус интересный. Не могу пока понять, что конкретно. И сладость, и какая-то рисовая легкость. Если вот рисовое пиво кто-то пил, да, он такой мягкое, легкое. Какая-то и легкость, и сладость. И какая-то терпкость, горечь даже есть какая-то. Немножко, немножко. Вот горечь идет больше в послевкусии. Да, есть. То есть, сначала, если идет такая сладкая, приятная, солодовая водичка, то потом проступает горечь немного. И опять же, у меня такое ощущение, что все равно что-то от Витбитера присутствует. Не, я не нашел. Ну, может, ты что-то нашел. У меня во вкусе ничего. Или у меня просто такие ассоциации. Может быть, как-то мне это идет. Слушай, мне не нравится не то, что послевкусие. Как-то вот эта несуразность, вот это мне не нравится. То, что это, во-первых, не сочетается нифига все. А во-вторых, на языке они, может, уже хлебушек. Какая-то хлебушек или сухость, что ли, на языке. То есть, как будто это... Причем я начинаю понимать, почему мне нравится это пиво. Вязкость, чтобы я могу сказать, как слово не могу сказать. Пару глотков этого пива. Да. А другое дело, если ты его берешь на замену обычного пива, значит... В составе 0,5. Да, 0,5, тем более объем вообще нет. Я бы не его там. Оно не пойдет и совсем. Мне не нравится. Это прям... Два. Два. Два класс хайлера, потому что противным его назвать тоже нельзя. Противным нельзя, но, в общем, не идет. Не идет это пиво, нет у него ничего такого. Нету баланса. Поэтому он 0,0. В общем-то... 0,0 градуса. Что можно еще сказать? То есть, видать, вот чуточку чего-то не хватает. Алкоголя не хватает. Алкоголя не хватает всегда. Поэтому, если вам не хватает алкоголя, покупайте... Алкоголь? ...коньяка. В общем, все. Два клаус хайлера. Да, два клаус хайлера из пяти. Слушай, еще по цене сколько стоит? Не помнишь так, на скидку. Рублей двести, не будет, да? На пять. Да, в районе 200 рублей. Слушай, ну вот за это я бы... Я бы лучше затопал. Дал бы 120 за 0,33, чем за это 200. Ну, нет. Там хоть можно пить как-то. Пусть там аромат не очень, да? Здесь прям вообще пить. Оно не пьется. То есть... Нет. Совсем нет. Ну, в общем... Ну что, мы уже, честно говоря, устали уже бухать. Да, напилися совсем. Но... Но мы продолжаем. Мы устали, но мы продолжаем. У нас задача выпить безалкогольного пива. Много и все. Да, мы его пьем, мы продолжаем и делаем свое дело. Да. И пытаемся получить от этого удовольствие. Следующее пиво, которое у нас сегодня на безалкогольном мега-обзоре... Голландское. Голландское. Три лошади. При условии, что пиво мальтийское. Странно. Вот здесь вот написано. Мальта. Три лошади Мальта. Но... Производит это все... Производит это пиво в Голландии. Ладно. Мы не в курсе. Наша задача не название, как бы, гадать почему. Да, а что за пиво? Вкусно ли оно? И можно ли его пить или нет? И, кстати, это единственное темное пиво безалкогольного. Разбор полетов. Ну, и как я сказал. Единственное темное пиво. Ну, по крайней мере, которое у нас сейчас представлено. Аромат дикого, какого-то плотного кваса с хлебом. Вот прям вот хлеб. Хлебный хлеб. И еще, наверное, такая патока. Патока. Ооо! Вот это, блин. Сладость, сладость. Сладость. Много сладости. Сусло. Сусло. Вот этого. Прям вот вкус сусло хлеба. Прям. Не вкус, прошу прощения. Аромат. Пуууу. Карамельная сладость. Прям вот как пиво варишь, и вот пока оно не сварилось, вот оно тоже. Слышная же сладость. Я бы сказал... Сладкая. Сладкая, да. Но ни в том не знаю, потому что... Но аромат приятный. Аромат приятный. Но приятный. Но приятный. Это как-то недобродившее пиво, мне кажется. Ну, давай попробуем. Это сусло. Сладенько. Сладенько. Квасово. Очень квасово. Очень сладкий. Сладкий квас. И хлеб. Но после вкуса чисто одна сладость. Вот прям сахар. Вот прям вот... Сладость, сахар, все. Медовый такой. Как будто... Ну, я бы сказал, медовый оттенок, но вкус все равно с сахаром. Вот прям вот. Больше ничего, кроме сладости, нет. Ну, вот прям, ну... Ну, огромная разница между всеми предыдущими безалкогольками и вот этим. Ну, интересно? Интересно. Но все равно не для меня. Но вкусно? Вкусно. Блин, опять же, не вкусно, а сладко. Ну, вот я считаю, что это уже, мне кажется, с сельвичком. Ну, не противно. О-о-о-о, понятно. Вода, солод, глюкозно-фруктозный сироп. Все туда же. Экстракт хмеля, подсластитель Е950, пищевой краситель Е150. короче ребят итог такой это сусло разведенная водой для консистенции пива аромат сусло вкус сусло описать это таки по таки еще как бы немножко можно сравнить с квасом но очень сладким квас прямо с сахаром и вот эти конечно красители они ну в состав со всеми радуют состав не радует я считаю потому что ну блин не на ним может учетом дополняет ну и так безалкогольный там ночью и ничего не зачем вы играете этих приезда чтобы типа скрасить все это дело сделайте вот говеный как уже делали но ну хоть пиво блин ну не знаю ночью моя оценка в принципе по биткости в принципе 4 колоскайлера но я бы даже это вообще колоскайлерами не мерил потому что вообще другое просто вот это вообще отдельный это отдельный квас с сахаром не сбродивший вот так все больше ничего не могу сказать это интересно это сладко но как без алкоголь к с чем же сравнивать да мне кажется девочки тоже особо не примут такой сладкий во-первых слишком сладко во вторых по сути не газиков нету ни каких-либо ноток таких интересных с другой стороны 100 рублей за 100 рублей нормально попить то можно всего 100 рублей и у тебя подкрашенная ароматизированная квасное разведенное сусло квасная разведенная лошадь 3 лошади в общем это очень сладкий аромат очень сладкий вкус как относить его к пиву мы бы не отнесли вообще это к пиву это некий напиток напиток и то есть сусло как бы точно пил тут явно не бродила вообще но тем не менее поставим ну издать на 34 давай три с половиной ну вроде как интересно вкусно но ну сравнивать по сравнению как-то не этично поэтому очень все попробовали поехали дальше поехали дальше очень ребята нас тут немножко поменялась концепция да мы пиво-то набрали много силы ты сбил выезжали не рассчитываю немножко поэтому желудок наполняется пиво не убавляется поэтому мы немножко поменяем концепцию сейчас мы рассмотрим это безалкогольный крафт наш российский от компании джоус брювери вот мы их пиво уже рассматривали но рассмотрел алкогольное теперь рассмотрим безалкогольное это так скажем будет некая наша изюминка в сегодняшнем выпуске в этой коллекции немцев голландцев будет следующий выпуск в котором мы рассмотрим остальное пиво да также классические безалкогольные российского производства и лазер и зарубежного не чувствую будет ни один выпуск наверно не знаю посмотрим как там будут силы может быть больше времени и сил если найдем больше пиво то конечно больше ну а сейчас мы решили остановиться на крафте от компании джоус и так пиво называется don't worry baby так во первых видно что сразу мутное потому что это крафт потому что не фильтр не фильтрованными мидеризована и тут как бы все осталось аромат а типа алкоголь опять же таки 076 до самой крепкой на сегодняшний вечер в принципе я не знаю как это отнести безалкогольным пивом 076 ну потому что не так сильно вот это выпаривают не так сильно не старается получить безалкогольное просто максимально снизить градус при производстве будем считать что безалкогольным да сразу просто если вы будете и выпить их 5 бутылок потом сядете за ну не спать нет но гердоги это дверь наверно конечно дает что по аромату ну здесь уже интересно здесь уже хмелек пошел здесь пахнет апельсином пахнет мандарином цитры для семьи причем такой очень насыщенный аромат очень насыщенный аромат мандарина я бы сказал сладкого вкусного сочного сочный и мощный мандарин я бы даже сказал просто гора цитрусовых очищенных и ты когда сидишь рядом ты не можешь понять вот что они вот эти брыжут все брыжут вот представьте что сидят шесть человек один значит отдирает апельсин другой мандарин другой там грейпфрут третий лайм лимон там вот вот эта вся смесь еще дорожите у нас очень приятно на самом деле очень приятно ну хоть понятно что хоть хмелек то есть вот кстати солны сладости вообще не чувствуется в аромате сладости вообще нет попробуем ну скажу так цитрусовая горечь горечь причем очень явная но ведь потому что все-таки хмель и хмель не пожалели именно цитрусовая не просто какая-то горечь да именно вот как и лимон вот все вот эти дела наши друзья цитрусовые дальше что могу сказать о вкусу ничего потом идет горечь горечь остается убиткой пилы но опять же таки почему он будет не питки а потому что вот этот цитрус может не дать если он очень сильно будет выпирать этот нефектрованность и так далее но смотри разговор про лето опять вот летом вообще класс мне кажется оно будет хорошо удалять жажду не то что мальта вот эти три лошади от него больше пить хочется а вот это вот своей горчинкой опыте зажимает и все хотя не виду жажду пиво пить всегда хочется нет иногда не хочется и поэтому люди пьют безалкогольное пиво слушай ну вот здесь приятного я все-таки больше любитель крафта хотя опять же классические сорта пиво я все-таки тоже но здесь нам просто нравится много цитра много цитра интересный вкус необычным по сравнению с теми теми что мы сегодня рассматриваем пиво то что можно отнести допустим пробовали бэкс ты чувствуешь аромат и пробуешь его и понимаешь что в принципе это ближе к обычному лагер тот же самый клаус халя да он был уже более такой фруктовенький он более интересный здесь же вообще мне кажется джоус можно также поставить это примерно особнячком также 3 лошади то есть мы даже три лошади мы не можем отнести это к пиву потому что это блин сусло все я закрыл вопрос раз навсегда ну кто-то считает это пивом понимаешь безалкогольным пивом ликер ликер сироп глюкозный сироп как в мальте здесь же что вернемся к нашим джоусом не волнуйся детка все будет отлично все будет есть нормально хорошее пиво да конечно среди ряда немецких безалкоголик это выделяется но это и должно выделяться это крафт грант всегда делается по своему конкретному рецепту не старается никого выделяется лучшую сторону да очень интересно много цитры что нам с александром нравится кому-то может быть не очень но это интересно это вкусно ну здесь что опять же аромат и цитруозный горечь явно и цитруозная и и вкус явно цитруозный цитруозные цитрусы для любителей хмельная горечек хмельная горечь вот она поэтому и 0,76 потому что ребята не пожалели сюда хмеля при этом это солдата скорее всего мало потому что алкоголя нет а хмеля прилично вот и получается такая разбавочка поэтому в общем итог аромат на пятерочку цитрусы хороший интересный приятный цвет приятный стандартный потому что крафт но он приятный это не бледная желтая какая-то водичка все-таки здесь есть цвет и не бланш совсем вкус опять же таки много много цитрусовых цитрусовая горчинка опять же таки она приятная она немножко остается в послевкусии но но все равно понятно что это хмель потому что это много хмеля и до послевкусия остается и вкусно приятным она вот реально утоляет жажду ну вот это бы я бы выпил и бутылочку и может быть даже две потому что приятно пить ты знаешь к завершению нашего мега обзора я бы вот две уже бы не выпил ну в завершении может быть нет а пара бутылочек такого там освежающие будет очень даже хорошо и можете не бояться там что на солнышке у вас там разморит у вас не разморит можете ехать к тещи можете ехать на работу куда хотите куда хотите доезжайте вы это пиво можете брать с собой потому что она классно очень мы будем допивать сегодня в программе участвовать и выставляем оценочки да но мы выставили уже бутылочки в принципе по по приоритету по приоритету первый приоритет мы конечно же отдаем крафту крафт пиву не просто потому что мы любим крафтовое пиво потому что нужно оно оказалось самое лучшее это джоу don't worry baby до дальше эталон нашего классического немецкого безалкогольного пива клаус халер потом у нас идет бэкс бэкс блю безалкогольные я бы назвал классический лагер знаменитый немецкой правил армии да она принципе очень очень неплохо себя показала потом все-таки мы поставили три лошади потому что она необычная она необычная и по сравнению с низшей тройкой она реально его можно пить за то есть она интересная там сусло вот эти пусть красители и добавки делаю дело по крайне мере он сладко его можно пить а вот дальше тройка совсем отставных генералов значит вот это я даже так не вспомню эгенберг фрайбер это фрайбер до который нам не очень понравился потому что у нее было отвратительно аромат до вкус еще более-менее но аромат прям совсем с аромат никуда потом аубе аубе то самое немецкое которое их много вкусов которые совершенно не сочетаются и не могли мы никому не суразиться как не суразиться пусть даже безалкогольный ну вообще ни в какие волосы и аутсайдер сегодняшнего дня ниши дивизион это ever fans ever фан да немецкие пил сын и безалкогольный не значит что 1 кисляк просто невозможная кислоста хоть сначала аромат показался приятным делать что чудо сейчас будет интересно нет волная лажа кислота во рту во вкусе в глотке в послевкусии в общем одна кислота которую пить просто не советуем вообще убрать и на него обращать внимание в защиту нашей позиции по ever fan мы его пили 3 0 3 на двоих вряд ли что-то у нас там с рецепторами случилось что мы прямо так окислились в раз скорее всего это реально просто кислое пиво ночью что подведем итог что мы попробовали семь безалкогольных пивасов за вечер убились убились дегустация прошла успешно мы живы вот мы выставили свои оценки рассказали об этом или вам думаем что донесли до вас нужную информацию вам же решать что брать и стоит ли это брать нужно это ну а с вами как всегда были и для вас пили и обозревали александр и алексей биргик тв ставим лайки подписываемся и ждем новых обзоров потому что еще скорее всего будет два выпуска без алкогольки ну и как обычно штатном режиме алкогольный сарта пока пока